Здравствуйте друзья! Сегодня хотелось бы про реле немножко рассказать. А именно, я в своих видео использовал вот такие вот реле электромагнитные. Принцип работы у нее такой. Внутри катушка электромагнитная и после того как подает сигнал, катушка замыкает определенные контакты. И следом, следовательно, так у нас и работает реле. То есть она при замыкании контактов включает определенную провод, который мы в разрыв сюда подключаем. В принципе, как бы хорошее решение. Поставили, все у нас вымыкает, но я все-таки хочу вас склонить к тому, что лучше реле не электромагнитное, а твердотельное. Почему? Ну вот многие спрашивали у меня, они видимо делают ремонт, хотят у себя в доме подключить реле. Сделать, ну как бы, уже готовое решение. Именно не как я там на столе это все сделал, показал и забыл. А именно замуровать там стену или на динрейку все это повесить и чтоб это действительно работало и приносило пользу. Так вот, электромагнитные реле, они гораздо менее долговечные, нежели твердотельные реле. И поэтому лучше все-таки не электромагнитные реле ставить, а твердотельные. Электромагнитные реле хорошо ставить там, где, ну, наверное, эксплуатация не такая частая. То есть, к примеру, мы ее подключим, как вот, да, я в универсальной сигнализации делал, к примеру, на какой-нибудь вентилятор, да, который там включаться будет только при определенном заданном ситуации. И получается, что он будет там включаться даже не каждый день, да, такой реле вполне сойдет. И электромагнитные реле, они еще и дешевле. Вот. Все-таки, если где надо постоянно будет включаться там свет, допустим, и так далее, то лучше все-таки твердотельные заказывать. Кстати, вот, допустим, я поставил два модуля. Вот модуль с электромагнитными реле. Вот их два штучки. И такой же, только с твердотельными реле. В твердотельных реле все на полупроводниках. И когда включается твердотельное реле, никакого звука не происходит. То есть, если мы слышим, как катушка тут щелкает, то здесь же мы ничего не слышим. То есть, это еще какой-то, да, небольшой плюс в сторону твердотельных реле, потому что звука мы никакого не слышим. Еще такой момент, то, что когда реле тонкое, твердотельное, и оно занимает гораздо меньше места. То есть, если мы не модуль закажем, да, а, допустим, просто реле, то можем ее уложить там куда-то вообще смело. Корпусе будет в каком-нибудь, она занимает гораздо меньше времени. Точнее, времени и гораздо меньше места. Но самый все-таки большой плюс в твердотельных реле, это все-таки оно гораздо долговечнее, нежели твердотельное. Поэтому, еще раз говорю, если вы все-таки хотите в умном доме сделать на артуине, чтобы работало и какой-нибудь реле подключить, обратите внимание именно на твердотельные реле. Я вас уверяю, они прослужат гораздо дольше, поэтому лучше переплатить там 100 рублей, но заказать твердотельное реле, и оно вот гораздо дольше проработает. Да, и давайте я вам, в принципе, скетч небольшой залил. Сейчас подключу каждое реле, ну и покажу принцип работы. Итак, вот я подключил твердотельное реле, ой, обычное реле электромагнитное. То есть, слышим определенный щелчок при включении реле, ну и, в принципе, если палец к каждому реле поднести, то при щелчке мы слышим такую вибрацию пальцами. Ну вот, и, собственно, с таким звуком у нас реле и включается. Вот, теперь давайте я подключу твердотельное реле и увидим разницу. Итак, вот у нас твердотельное реле. Вот мы видим, включаются светодиоды, означающие, что реле у нас включилось, и никакого звука не происходит. То есть, вот видите, все тихо работает, это очень мне кажется интересно, все-таки реле иногда напрягает ее звук, вот этот вот щелк-щелк-щелк-щелк, все-таки хотелось бы без него. И видим, что на выходе тут всего два контакта, которые должны, собственно, размыкать и замыкать цепь. А в электромагнитных тут три. И нам нужно еще вызвать только два контакта, которым нужно подключать. Итак, ну вот, таким вот образом это реле работает. В принципе, работа твердотельного реле и электромагнитного одинаковой. То есть, работают они, в принципе, так же. Как подается, когда сигнал на управляющий контакт, у нас реле включается. То есть, никаких изменений в этом нет. Они абсолютно одинаково управляются. Но все-таки сделаны они по-другому. И эти твердотельные гораздо долговечнее у нас работают. Есть твердотельные сразу делают на один рейку. Твердотельные включаются с переменным током. Но это нас не интересует все-таки. Я тут Ардуино как бы обозреваю его датчики. Они что-то более серьезное. Итак, я вам еще раз очень советую переходить, если хотите что-то серьезное, то на твердотельное реле. Итак, все. На этом, я думаю, видео закончим. Я хотел коротко так это все сделать для того, чтобы все-таки многие не знают, как реле пользоваться. И чтобы все-таки помочь как-то с выбором, чтобы взгляд пал на твердотельное реле. Ссылочку в описании я оставлю на твердотельное реле. Перейдете, посмотрите. Может быть что-то для себя выберете. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока.